И всем привет! Привет! У нас сегодня очередной теоретический дифраг, посвященный стрейфу. И сегодня мы вам расскажем о более таких технических моментах в стрейфах в Quake 3 дифраг. А связано это непосредственно с определенными вещами, называемыми полосочками. Они же SnapHood, они же Cygaz. И вот они. Вот это. Появляются на экране. Белые полосочки. Конкретно что это такое? Это вспомогательный худ, который призван на то, чтобы увеличивать скилл стрейфера. Представляет это из себя такие вот белые полосочки, которые показывают расположение зон увеличения скорости. Про это простым языком они называются SnapZone. Это те, это показывает границы зоны, где ваша скорость растет. Грубо говоря... Давай-ка, Будя, помогай мне. В общем-то, существует два худа. Вот про один только что рассказал Михаил. Это SnapHood. Есть Cygaz. Он считается как стандартный, встроенный уже в движок. По-моему, так это все было. И Михаил вот сейчас демонстрирует. То есть, надо держаться для Cygaz. Если SnapHood показывает непосредственно зоны, где будет расти ваша скорость. То есть, куда вам нужно вести мышь? Да, Cygaz будет показывать, куда вам надо ставить мышь. Попробуй не двигать мышь просто в стрейфике. То есть, ты попади в Cygaz и не двигай мышь за ним. То есть, вот он у вас из-под прицела выдвигается, и вы уже скорость не набираете. Поэтому надо за ним следить. Двигать прицел нужно желательно возле светло-зеленой полосочки. Ее там можно, в принципе, разглядеть. И... Да, вот она, да, пошире. Ну, чем выше скорость, там, по идее, она, по-моему, поменьше. Чем больше скорость, тем Cygaz уменьшается. То есть, вот эта темно-зеленая полоса, в которую вам нужно держать прицел, вблизи светло-зеленая, то есть, как это сейчас примерно делаю я, он уменьшается с увеличением скорости. Соответственно, это влияет на игру, на высоких скоростях, о чем мы, естественно, расскажем поподробнее, но это уже будет, естественно, позже. Смысл какой? Белые полоски, то бишь, вот этот SnapHood, он показывает, до какой границы вам нужно вести мышь, чтобы ваша скорость набиралась. Часто распространенная ошибка людей, которые не видят эти полоски, они уводят свой прицел за границу вот этой зоны, то есть, вам нужно, когда стрейфите по прямой, вам нужно вести мышь до вот этих вот зон, то есть, слева направо у вас получается, не дальше вот этих белых полосок. О чем нам? Ну и... Да. Говори. Вот. Значит, вы ведете до вот этих вот белых полосок. На цегаз, в принципе, можно, двигаясь по прямой, не обращать особого внимания, до определенной скорости. Эта скорость является 1250 юнитов. Ну, в среднем это... Так это показывается. По-научному. По-научному, да. Там немножко скорость выше, но я взял для себя планку 1250 юнитов, потому что особо... Там разницы нет, если чуть выше. А тоже об этой особенности мы расскажем позже. Смысл какой? Если вы увидите на экране у меня вот красную полосочку, это тоже является частью цегаза, то есть, вот этой зеленой полосочки. Она показывает ускорение. Это так называемый аксель. Вот. Это показывает, насколько быстро ваша скорость растет. То есть, чем больше эта полоска, тем быстрее я набираю скорость за каждую единицу времени. Ну и вообще, если она есть, значит, вы скорость набираете. Если ее нет, значит, вы не набираете. Если она появляется не с правой стороны, а с левой, значит, скорость теряется. То есть, это тоже, по идее, это помогает. То есть, если она растет вправо, то скорость ваша увеличивается. Если она растет влево, вот, вот, то она... Ваша скорость падает. Если вы можете видеть на экране. Еще что хочется сказать. Часто распространена ошибка при стрейфе, люди уводят, зажимая кнопки, допустим, стрейфа WD, они уводят резко за вот эту зону, при пересечении ее вы теряете свой аксель, то есть красная полоска попадает, вы скорость не набираете, а при некоторых случаях вы еще ее потеряете. То есть вы не только ее не наберете, вы ее просто потеряете, эту скорость. Поэтому нужно следить за тем, чтобы ваш прицел не уводился при стрейфе, естественно, по прямой чисто, за вот эти две полосы. То есть, по сути, это так и выглядит. Также здесь имеются вот эти зоны, которые находятся вокруг вас. Они требуются для поворотов. Например, если вы хотите повернуть вправо, вы можете переходить из зоны в зону. Переход осуществляется через кнопку W. То есть, кнопка W, грубо говоря, просто перемещает вот этот круг возле вас. То есть, вы можете его вертеть, крутить и где вы захотите, где вы остановите, начнете стрейфить, там не окажетесь. Вот это расположение цигаза относительно разных зон, если не нажимать кнопки никакие для стрейфа. Естественно, перемещением вот этой зеленой полосы управляете исключительно вы и исключительно кнопками. То есть, если вы можете наблюдать при аэроконтроле, он перемещается вместе с вашим прицелом, потому что вы его, так скажем, это самый быстрый оттяг, если так можно назвать. Кнопкой W перемещается вектор тяги более медленно, и это способствует, допустим, поворотам на такие... В несколько этапов, допустим, можно на 90 повернуть, допустим, в 3 прыжка или же в 1. Зависит все, естественно, от скорости. Вот. Естественно, все эти худы, они завязаны между собой, и нельзя их использовать по отдельности, их нужно использовать только совместно. Ну, это касается только стрейфа. Это касается, естественно, только стрейфа, это только для стрейфа, потому что, если использовать только снабхуд, вы не будете видеть цегаз, то есть, зеленую полоску. Вы можете правильные зоны переключать, но за вами цегаз будет не успевать просто. И скорости вы будете получать недостаточно, либо вообще ее не получать. Если же наоборот использовать исключительно цегаз, то бишь зеленую полосочку, а не белую, безбелую, вы не будете видеть эти зоны. И при переходе из зоны в зону вы будете просто терять скорость. Вот здесь вот, при вот этом переходе. Будете просто терять скорость. Поэтому используйте их только вместе. Сейчас мы вам покажем демки, которые... Ну, и просто обсудим, как это выглядит. Давай, уходим с сервера. Так, открываем какую? Открываем. Сначала покажем Circle Jump. И покажем мы этот Circle Jump. Замедление. Давай 0.02 поставим. Undead 0.21. Готов? Да. Запуск. Смысл в Circle Jump здесь. Как мы ранее в видео рассказывали, нужно развернуться определенным образом. И видите, что забор, набор скорости ведется в этих зонах. То есть я еще раз покажу. Прицел был переведен в центральную зону и следовал по цегазу. Как вы можете видеть, вот здесь вот, непосредственно, Хокс ведет прицел, не дает дойти зеленой маленькой полосочке до своего прицела, чтобы не терять аксель. И продолжает менять стрейф. Как только доходит цегаз, как только доходит цегаз до края снаб-зоны. Вот он дошел, оп, он поменял. Вот. Непосредственно... Прицел в темно-зеленой полосе, вблизи светло-зеленой, не давать ей догнать ваш прицел и, как бы, не заходить за белые зоны снаба. Вот так. В общем-то, границы надо перескакивать. Если совсем уж просто говорить, перескакиваете границы в зону снаб-худа и ваша скорость растет в пейдии. Да. Сейчас я тогда покажу еще раз циркл-джамп, потому что там одна определенная особенность есть. С замедлением 0.1. Смысл в том, что при циркл-джампе, по центру вы видите большую белую полоску. Это зона, там где больше всего набирается скорость. И он попадает прямо в центр ее при циркл-джампе, вот только что это наблюдали. И ведет непосредственно по С-газу, по зеленой полосе свой прицел. То есть, это такая определенная особенность. Надо научиться ловить этот момент, ловить непосредственно С-газ в середине зоны вот этой белой полоски. У вас будет прыжок идеальный. Ну, естественно, все это и понимание общей цирк-газа и понимание снабхуда достигается только трудом. И тренировками. И тренировками, да. То есть, если вы сейчас даже что-то, может, не поняли, можете сами зайти, посмотреть это все, как это все выглядит на своей шкуре, это все попробовать. Я уверен, у вас все получится. Так же мы сейчас покажем, как проходят повороты с использованием С-газа и Газхуда и кнопки W. Давай, наверное, замедление 0.4 поставим, да? И посмотрим тоже демку Хокса на форм-стардоне. Запускаем. Значит, переход с зоны на зону, то есть, происходит кнопкой W. Вот он, только что кнопкой W использовал. Естественно, не каждая зона меняется чисто кнопкой W. Вначале у него было использовано просто зажатый. То есть, ну, это такой тонкий особый момент. Ну, на первоначальной скорости, да, в принципе, это допустимо. Допустимо. Просто потом это происходит с потерями по скорости. Вот. Как вы можете видеть, все перемещения мышки у него сопоставлены с кнопкой W. Как только он дошел до границы зоны, он поменял, нажал кнопку W, отпустил все, перевел прицел в следующую зону, зажал стрейп. То есть, не раньше, не позже. Давай покажем еще Ловитилова тоже. Ну, тут, то есть, он буквально просто переводит, как-то перемещает зоны. То есть, он перемещается сам и перемещается в зону, но кнопкой W это делать гораздо удобнее, нежели стрейфом. Кнопкой A или D. Да. Вот опять же, была кнопка использована кнопка W, он ушел в зону по парае. На Ловитилов очень это заметно. Угу. Как это выглядит. То есть, вы можете сами наблюдать, как это происходит. То есть, если ему нужно перес... Естественно, все, все зависит от архитектуры карты. Нельзя сказать, что надо использовать только кнопку W, не использовать кнопки стрейфа для поворотов. Все это используется ситуативно. Вот. Но на таких вот маленьких поворотах, естественно, кнопка W, она выгоднее, чем кнопка A или D. В зависимости от... Вот на этом большом повороте вы видели, как долго он зажимал кнопку W, чтобы себя выправить. Да-да-да. То есть, для более резких поворотов все равно, чтобы пройти все-таки успешно, а не попасть в зону... Ну, и конечная цель все равно, пройти быстрее в две фраги. Поэтому на резких поворотах даже вот в конце, скорость уже большая, поворот достаточно резкий, он уже просто кнопкой влево просто повернул, и все. Давай, таймскейл 0.1. Показываем кнопку... Показываем использование снабзон на палмслейне на первых трех прыжках. Значит, готов? Таймскейл 0.1. Угу. Запускаем. Значит, эти худы дают преимущество в том плане, что есть такая фишка в первых трех прыжках в СПМ-физике непосредственно. С помощью определенных нехитрых движений, которые вы сейчас увидите, первый прыжок исполняется стандартно. Ну, обычный цирклджамп. Дальше мышь уводится влево, потому что на маленькой скорости при пересечении этой зоны не теряется особо скорость. Переводится она левее, потом в центр, и добирается скорость за счет того, что вы видите этот цегаз. Вы видите эти зоны, вы можете ими маневрировать в самом начальном этапе, так как вам это угодно. И вот эта вот последовательность зон, которую я еще раз сейчас покажу, которую надо запомнить, она дает преимущество перед тем, если бы вы делали стандартно эти прыжки просто слева направо. То есть дважды влево и потом в центральную зону. Это гораздо выгоднее, потому что скорость вы набираете 800 за три прыжка. Нежели там 760-770, если бы вы делали их стандартно. Ну, это работает в принципе везде, где позволяет карта сделать три прямых прыжка. Тут же опять же было оттягивание кнопкой W. То есть вот это самый такой основной механизм, который вы должны усвоить, то что повороты нужно использовать кнопкой W при поворотах. Ну, в зависимости от ситуации, разумеется. Там, где это требуется, надо делать. Переводить прицел в следующую зону, которую вы хотите стрейфить. Захватывать ее кнопкой стрейфа. То есть нажимать кнопку стрейфа и продолжать ввести мышь по цегазу непосредственно. Ну, и в итоге это делается все интуитивно. Вам стоит лишь только понять саму схему. По идее, ничего сложного нет. Сейчас я еще раз по разу покажу на нормальной скорости. Как это все выглядит. Каждую демку. Чтобы люди, в принципе, понимали. То есть то, чтобы было замедление. Вот, допустим, ловить его. Еще раз эту карту посмотрим. Такой разбор будет, скажем, демки. Все это происходит в быстром режиме. Вы должны... Все переходы между зонами, они оттачиваются с каждой попыткой. То есть нельзя сразу прям прийти и там... Все зоны поменять. В сезоны попасть. Да, это как... Вот этот навык, он очень долго приходит. Стрейф это основное. В принципе, это даже если не надо это делать уметь идеально, это надо уметь как-нибудь делать. Потому что стрейф это неотъемлемая часть любой карты. Абсолютно. Поэтому... Да, поэтому тут уже на вашей совести, если вы, допустим, у вас вот комбо-карта, в конце стрейф часть, ее надо хорошо пройти, а вы не можете там, надо вот... Хорошо про стрейф, а вы не умеете там зону сменить, не научились. Это все равно потом вам все пригодится. Все вот эти знания. Так что багаж это очень полезно. Сейчас вот допоказываю последние демочки. Чтобы как комбинируются эти два. Ну и в принципе все это, все, что мы хотели рассказать сегодня. В этом видео. Обязательно запишем еще более детально по определенному элементу. В следующем видео анонс очередной. И пока. Всем спасибо, что смотрели. Увидимся на серверах. Пока-давай.